Дорогие мастера, всем привет! Сегодня с вами я, Татьяна Ташута, и мое новое видео это обзор, что лучше выбрать, деревянную планшетку или пластиковый планшет для работы мастера. Я думаю, что вы знаете, планшетки бывают деревянные как на руке, так и бывают стандартные, которые ложатся возле рабочего места мастера. Пластиковые тоже бывают большие и маленькие, но если честно, они не слишком практичны, поэтому я предпочитаю использовать дерево. Во-первых, это экологически чистый материал, с которым мы работаем, хотя бы что-то у нас есть экологически чисто, потому что с клеями это невозможно. Они в любом случае хотя бы минимум, но вызывать могут, не обязательно они это делают, но могут вызывать аллергическую реакцию. Поэтому планшеты из дерева это экологически чистый материал, с которым мы работаем. В чем еще его преимущество, мы сейчас с вами разберем. Как я вам уже сказала, пластиковых планшетов больших у меня нет, потому что это непрактично. Во-первых, с них снимается краска, если начинать протирать какими-то средствами, чтобы лучше убрать вот эту ленту, которая прилипает. Поэтому зачем затрудняться, если есть деревянные и с них достаточно легко убираются ленты. Я могу даже плотно цеплять, прям прижать, плотно прицепить. Давайте еще одну. Не могу сказать, что никогда не цепляются. Нет, бывает такая ситуация, что если долго лента находится на планшетке, то да, она все равно может прилипнуть, но она легко вытирается. Давайте посмотрим вот эти вот планшеты. Смотрите, помимо того, что реснички легко убираются, не оставляя никаких следов, потому что здесь есть специальное покрытие на деревянном планшете, они еще повторно очень хорошо приклеиваются. То есть второй, третий раз вы можете смело приклеивать реснички. И когда вы будете снимать, у вас не будет отходить лента. Теперь давайте посмотрим, как это примерно выглядит на пластиковом планшете. Приклеиваем наши реснички сюда плотненько. Плотненько, потому что сюда я тоже приклеиваю ресницы очень плотненько. Вот видите, я даже специально делаю это сильно, чтобы вы видели, потому что нарушаю ресницу. И при этом я все равно снимаю и еще раз, еще раз я буду клеить, оно будет плотно держаться. Это самая практичная вещь, которая может быть. Одевается на руку, можно на четыре пальчика одевать. Можно одевать полностью на руку. То есть как мастеру будет удобно, это не принципиально. Смотрим теперь на пластиковые планшеты, как мы будем снимать эту ленту. Я тут чуть-чуть случайно зацепила ленту. Смотрите, осталось в первый раз немного, потому что здесь она недолго находилась. Сейчас попробуем еще раз прицепить. Тоже достаточно плотно, видите, я цепляю. Она уже плохо цепляется. Она уже цепляться не хочет, потому что у нас кусочек отодрался ее. Давайте теперь посмотрим, как снимаются еще иногда ленты. Это чуть-чуть другая клейкая часть, просто эти лучше снялись. Но они были не полностью зафиксированы, здесь пластырем было. Так, хорошо, давайте попробуем еще раз повторно снять реснички с лентой. И они опять же снимаются полностью с нашей клейкой частью. То есть когда вы фиксируете на пластиковый планшет, либо это нужно делать очень легкими движениями, и все равно оно потом будет прилипать. То есть здесь без вариантов. В любом случае вам постоянно нужно будет вашу планшетку отдирать. Что касается дерева, вот смотрите, вот эти ленты тоже я раньше наклеивала. Они легко снимаются, много раз переклеиваются. Вот эту ленту я уже два раза переклеила. Снимаем еще раз, и она еще раз будет очень хорошо клеиться. И я могу вам показать, что я сейчас опять же плотно ее приклею. Снимаю ресницы. Край не отскакивает, не отщелкивается. Еще раз снимаем. Ну я вам просто грубо снимаю, потому что я хочу вам показать. Большими пучками снимаю то, что действительно она в любой ситуации не будет отходить. И можем еще раз ее снимать. То есть сколько мастеру нужно, столько он и будет с ней работать. Давайте еще раз протестируем пластиковую. Плотненько приклеиваем. И пробуем снимать. Вот так постоянно происходит с пластиковыми планшетами. Поэтому я вам рекомендую выбирать только лучшие материалы. Дорогие мастера, мое видео на этом подходит к концу. Я думаю, что вы для себя взяли из него обязательно что-то на заметочку. Сейчас еще раз хочу вам продемонстрировать. Даже если я пальцами попридавливаю очень сильно эту ленту на деревянном планшете. И затем буду снимать. Но все равно остается чистая поверхность. Поэтому берегите свой труд. Берегите свои материалы, с которыми вы работаете. Потому что если мы используем пластиковый планшет, получается, что все ленты, которые вы снимаете, повторно приклеить нельзя их будет. Повторно использовать этот планшет некомфортно, потому что его отдирать нужно. И вы вот так же переводите просто реснички. Их нельзя после приклеить. Поэтому рекомендую вам выбирать качественные материалы, хорошую продукцию. И я вам в этом помогу. Всем пока-пока. До скорой встречи в новых видео.